привет всем ребят решил я сделать лавочку зашел в магазин там сумасшедшие цены и мне стало интересно в какую цену вообще лавочка можно сделать себестоимость ее в итоге я все на рынке покупал но все которые производители лавочек они я думаю на рынке не покупают эти все вещи ребята ролик в принципе снял вот я сейчас в начало снимаю в том плане к уже все готова вот имя конечно в шок все дело повергла вот я не сварщик я не плотник вот но все своими руками все добротно сделал вот и удачно кстати продал кстати ребят посмотрите ролик и увидите будете конечно удивлены я удивился очень сильно все ребята приятного просмотра ребят вот зашел я магазин посмотреть цены на лавочке смотрите скамейка сколько здесь метров там в итоге получается где-то метр двадцать наверно примерно до метр двадцатьом по другой лавке вижу стоит 8 290 следующие тоже метр двадцать одиннадцать тысяч пятьсот девяносто рублей дальше вот скамейка такая вообще жидкая все жидкие вот смотрите вообще ни о чем тоже стоит 6 690 ну и дальше там 7000 вообще ни о чем все маленькие двухметровые нету а представляете двухметровые тогда есть вообще не знаю бешеные цены будут на них так что такие дела ребята купил доски 150 на 40 вот это на низ пойдет и 100 на 20 это на спинку обошлось мне за все 450 рублей теперь нам надо доски подогнать по размеру чтобы было два метра подождух метровую лавочку будем делать где-то я уже подогнал где-то еще не отмечаем два метра берем уголок отмечаем и режем реже я вот так вот не по прямой что смотрю а вот сбоку здесь вот зубцы все видно и линии находится вот таким образом все остальное подгоняем под один размер под два метра теперь доски нам надо стругануть у меня вот рубанок китайский что-то там 450 ватт по моему до 450 ватт вот если видно это здесь вот мне принципе хватает но для масштабного конечно он слабоватенький но мне хватает ладно будем строгать а 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 в принципе вот как-то так потихонечку по чуть-чуть сейчас я стругану а потом включусь ребят все обстругал все свои доски это где-то меня заняло полтора часа ну сами видели какой у меня аппарат теперь я болгарка беру таким простым диском сейчас здесь все подровняю вот эти все концы на всех досках вот теперь гладенько здесь удобно вообще здорово никаких задирок не будет и все остальные таким же макаром мы все делаем ребят вот у меня профильная труба уже порезанная чтобы можно было транспортировать и в итоге нам что надо сделать сейчас данный момент порезать ее сначала сделаем замер нам надо 35 сантиметров что по размерам делаем вот вам гвоздиком сейчас отчерчу так настраиваем одеваем очки и можно в принципе уже пилить так все проверили пилим и вот таким образом ребят сделаем распилы на всю основную вот эту часть нам спинки и ребят кому интересны размеры я сейчас вам их замерю и продиктую нижняя часть у нас получается 60 сантиметров вот это передняя часть 35 сантиметров в итоге получается вот эта часть идет вот сюда вот так 35 до низу дальше идет вторая высота уже больше 38 сантиметров нет ну-ка сейчас минуточку до 38 уже идет вот это вот сюда в стык вот так видно вам нет сейчас покажу вот вот это вниз потом сюда видите как вторая уже по-другому уже до сюда уйдет до верху это стыкуется вот здесь спинка вот здесь все дальше показываю замеры сейчас заново все чтобы вам было все понятно низ у нас 60 передняя часть вот этой стойки 35 вторая 38 вот это у нас 40 сантиметров высота спинки сейчас минуточку 50 сантиметров ребят берем электросварку у меня электросварку у меня чего другого нету рекомендую взять маску хамелеон в ней удобно рука свободная вторая не надо постоянно поднимать опускать ее стоит недорого я покупал чуть рублей 600 или 700 отдавал за нее вот ну что в принципе в принципе у меня уже шаблон готов вот чтобы мне ерундой не заниматься вот так вот постоянно вымерять так вот на глаз вот я сделал все сейчас я варю и показываю как все дело происходит дальше ничего сложного нету сейчас электрод нагреется ребят варю прихватками потому что металл тонкий 1,8 где-то хотя заявлено вроде бы 2 но прожигаю в итоге надо вот прихватками больше никак в принципе время не будем терять сейчас я включусь когда уже будет готова она вот ребят шовчики хорошие получаются тут по-моему еще не стучал вот шаг слетел все ровненько все хорошо надежно начинаем переворачивать и уже вторую сторону обваривать ребят перевернули и теперь вторую сторону начинаем обваривать вот как-то так сейчас я все переварю потом скажу ребят все закончил я эту стойку нашу ушло электрод ну почти полтора электрода вот на одну эту деталь в итоге у нас получается полностью на эти две детали понадобится 5 метров профильной трубы идем красить ребят теперь нам надо покрасить я что-то сейчас только вспомнил что надо видео снять я уже в принципе вторую сторону крашу ставлю на лестницу и очень удобно получается они друг другу не мешают вот как то так ребят теперь берем наши ножки и устанавливаем примерно вот облокачиваем чтобы не упало у нас и берем теперь доски и будем подбирать сначала начинаем снизу не обязательно чтобы ровно все стояло сейчас данный момент это не важно самое главное сейчас подобрать чтобы красиво было потому что все доски на пилорамах они все разного размера хоть одна доска ну получается где-то она будет в начале меньше другая в другом месте она выше так в принципе нам сегодня повезло все ровненько все хорошо теперь можно в принципе сейчас я посмотрю вот так вот не интересно вот так оно будет лучше все теперь можно снимать и делать замер чтобы установить одну доску ровно а потом по ней будем устанавливать все остальные ребят теперь понадобятся нам болты я взял 80 и 60 вот длина а здесь шестерка по моему и дрель соответственно рулетка сейчас будем мерить вымерять как нам надо устанавливать это дело и сверлить уже потом под болты дырки ребят теперь сейчас оцентруем я 25 сантиметров решил сделать от края в принципе я уже центровал надо еще в принципе я уже готовил теперь надо закрепить нам эту штуку и начинать уже сверлить дырки закреплять не сильно не будем вот так сделаю отодвинем ребят все делаю на глаз готовлю на глаз делаю на глаз и все получается изумительно по центру примерно приблизительно наставляем надо по доске и смотрим так вот отбегая доски где находится у нас профиль чтобы его просверлить ну начинаем теперь можно болты вставлять вставляем болтик и идем за гаечкой гаечки я забыл взять сейчас возьму гаечки включусь так берем ключик на 13 по моему да точно 13 и начинаем наживлять наше это дело так прикручу сильно не стал затягивать мало ли сейчас придется пошевелить так дальше ставим следующую доску подгоняем подгоняем все ровненько делаем и таким же образом делаем еще одну дырку а минуточку забыл померить 25 чуть-чуть ушла надо сюда на себя чуточку все 25 можно сверлить ровно ногой придавлю опять центр ищем центр доске нашли теперь центруем глазомером сверло чтобы попало у нас четко в середину так примерно так все сверлю и опять же теперь тоже самое делаем болтик туда теперь уже вторую можно не мерить доску а сразу уже сверлить дырку она с каждым разом скамейка становится устойчивее с каждой доской то что прикручиваем дальше мы будем делать так будет сейчас сложнее ребят у нас видите доска выступает сюда дальше за уголок нам придется ближе сверлить сюда так теперь чтобы нам заметить куда сверлить опять все от глазомера зависит отодвигаем я на просвет вижу где профиль находится и примерно рукой смотрю где находится чтобы максимально вот сюда на виду ближе к краю нам сделать дырку нам сделать дырку все ровно все можно сверлить так наступить надо ребята в принципе самый сложный процесс мы уже сделали я теперь включусь когда мы будем делать уже спинку уже дождик пошел вот а я дальше начинаю сборку ребят теперь берем доски которые пойдут на спинку кладем на спинку на нашу и начинаем распределять их примерно сколько будет у нас зазор сейчас красивой стороной подберем сюда некрасивые не сюда берем рулетку и отмеряем сначала 25 вот примерно 25 есть вот у нас принципе по нижней можно регулировать и зазорчик пусть здесь будет 4 4 здесь и 4 там так здесь у нас потом отмеряем ладно сейчас сделаем эту прикрутим а потом здесь уже что вы считаем можно теперь сверлить аккуратненько встанем центр ищем доски и теперь смотрим профиль вот теперь можно сверлить теперь можно вставлять болтик и так вот тоже самое следующее ничего сложного нету я включусь когда уже будет она готова ребят вот наша лавочка готова давайте посчитаем доска нам обошлась 450 рублей доска сотка и 150 40 и 20 вот болты обошлись нам 100 рублей в итоге получается 6 штук сюда на спинку и 6 штук на сидушку дальше что профильная труба 500 рублей в итоге у нас получается 1150 рублей дальше что можно на ней смотрите спать и так и так и вот так и гостей можно приглашать и в итоге получается то что дополнительное место очень удобная спинка здесь специально разрабатывал угол шикарный в итоге сидишь отдыхаешь спина не болит как всегда вот иной раз без спинки или спинка неудобно люди сидят и спина очень сильно болит здесь этого уже нету не все я избавился все четко продумал так что ребят такая тема кому понравилось ставьте лайки кому нет дизлайки подписывайтесь на канал всем пока